Когда в СССР многие собирали кжель, я оставала в стороне и только четыре года назад, съездив на производство, влюбилась в эту белую-синюю сказку и стала покупать её, но не только для себя, но и для подарков своим подписчикам. Это мои покупки на блошином рынке. Кжель стала изюминкой и в моей новой сервировке «Море-море». Добрый день, друзья, любители старины и антиквариата. Для сервировки в этот раз я использовала льняную дорожку с принтом рыбы, белые салфетки и для них старинные середины XIX века серебряные кольца. Итак, я подобрала белые тарелки дулёва для основных блюд с красивым обрезным краем и в качестве десертных тарелок прекрасные расписанные вручную тарелочки кжели. В моей обширной коллекции я выбрала целых семь предметов в виде рыб. Сюда относится в первую очередь подсвечник с двумя рыбками, синяя рыба, в которой сейчас находятся ракушки, очень смешная рыба, похожая на рыбу-кит, и ещё две. Посмотрите, какие симпатичные рыбки, особенно вот последняя, мне кажется, с короной, она пришла тоже из каких-то сказок. И ещё в сервировке аж две щуки, украсившие корницу в виде ушата, из которой выглядывает щука, и ёмкость для оливок или салатов. Сегодня, девочки и мальчики, жду в гости своих подруг, поэтому заказала суши, испекла пирог, приготовила салаты, купила вино. Ну и, конечно, подготовила к суше палочки и украсила стол натуральными великолепными раковинами. В море ветер, в море буря, в море воют ураганы, в синем море тонут лодки и большие корабли. Корабли на дно уходят с якорями, парусами, на морской песок роняя золотые сундуки. Корабли на дно уходят сундуки. Корабли на дно уходят сундуки, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождём. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём. Ты будешь нашим королём. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Будешь сей, ты ветер в море, в синем море, в белой пене. Пусть захлёбывались в пене, в море тонут корабли. Пусть на дно они ложатся с якорями, с парусами. И когда твоими станут золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли висят разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождём. Изначально для своей сервировки я подобрала большие, синие, брутальные бокалы. Но перед самым приходом гостей решила всё-таки использовать более лёгкие, прозрачные, высокие бокалы из богемского стекла 50-х годов выпуска. С изумительной тонкой гравировкой водорослей и рыб. Белосиняя посуда ценится во всём мире. Вспомните только Деловский фарфор и сравните, сколько он стоит и сколько стоит наша кжель. Хотя кжель также расписывается вручную. Ну, а мне очень нравится и то, что из посуды кжели можно создать на столе сказочные истории, которые всегда находят отклик в детских душах. Надеюсь, друзья, вам было интересно и вы смогли что-то взять и для себя, какие-то идеи мои. Может быть, они вам и пригодятся. И спасибо вам большое за то, что были вместе со мной. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи, мои дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok